Всем привет! Добро пожаловать на канал Дистилёша и это выпуск эксперимент. Плох тот солдат, кто не нюхал пороха и много можно рассказывать о дистиллятах, но рассказывать о дистиллятах мы рассказываем, но мало кто своими руками пробует потрогать, попробовать самому получить дистиллят. Конечно же это интересно. И я решил тоже попробовать, тоже сделать свой дистиллят. Собрал вот такую вот лабораторную экспериментальную установку из стекла. Хотите смейтесь, хотите нет, но вот решил заморочиться. Никакой меди, пока всё чисто на стекле, так сказать экспериментальное. Я решил получить дистиллят не из солода, не из пшеницы, не из ржи, не из кукурузы. Это дистиллят из овса. Вот так вот решил довольно сложный, по сложному пути пойти. Это не первая моя работа на самом деле, но были там ещё какие-то пробы, пера. Предыстория. Я купил килограмм овса непророщенного в магазине, сырого овса, то есть необработанного. У нас уже почти 30 градусов, спирт, сырец уже почти готов. Чуть-чуть осталось. Я купил килограмм овса в магазине, прорастил его, ни в коем случае не солодил, решил сделать исключительно дистиллят из овса. Кто не знает какие-то термины, возможно, они покажутся вам ругательными, но вот в подсказках в этом выпуске, если что, читайте комментарии и пояснения. Пожалуй, пора выключать ещё пара капель. Итак, что я сделал предыстория. Да, я купил килограмм овса, прорастил, сделал горячее осахаривание, сделал его на трёх температурных паузах, основная это 63,5 градуса. Идею, концепцию я взял на винокурне Пендерин, их осахаривание взял за основу. Получился, кстати говоря, какой крепости получилось брага, я не посмотрел, у меня не было таких точных приборов, к сожалению, не знаю. Но спирт-сырец, точнее, тот сырец, который получился, был очень-очень слабенький, это 18 градусов, считайте, что это не спирт-сырец. И это уже вторая перегонка, которой благодаря я достиг уже как раз-таки градусности 30 градусов, как раз-таки, которая соответствует спирту-сырцу. Из того, что получилось из этого килограмма, получился первый спирт-сырец 180 миллилитров. Представляете, какой маленький выход. Почему получилась слабая брага, почему получился слабый спирт-сырец, я рассказывать не буду. В общем, это из-за того, что энзимов собственных не так достаточно. Необходимо в таких случаях всё-таки использовать дополнительные энзимы и соладить затор. Вот мы получили спирт-сырец, и этот спирт-сырец мы теперь перегоним в третий раз, к сожалению, в третий раз, хотя должен был быть второй. Итак, у нас получилось 100 миллилитров, ровно 100 миллилитров 30 градусного спирта-сырца, то есть, из килограмма овса, не соложённого, получается 100 миллилитров. Ну, там, может быть, были какие-то потери. Ну, опять же, это была слабая работа, возможно, с брагой, это была слабая затирка, то есть, это мой первый раз. Поэтому получить очень высокий результат не удалось. Опять же, температурные паузы были выдержаны не точно, потому что не позволяло оборудование. Ну, в общем, у меня получилось 100 миллилитров спирта-сырца. А теперь давайте я сделаю из него несколько фракций, разделю на 5 частей, сколько получится, не знаю. Попробую побольше сделать. То есть, я сейчас перегоню этот спирт-сырец и сделаю побольше фракций головы, несколько частей тела и... частей тела. И хвосты, не хвосты. Ну, в общем, посмотрим, что получится и переместимся потом в лабораторию. Я уже не буду вам показывать, как я перегонял этот спирт-сырец на несколько фракций. А уже за столом мы посидим и разберёмся по органолептике, что у нас получилось или вообще ничего не получилось. В данном случае аромат довольно неприятный, пока имеет этот спирт-сырец. Но делать выводы пока рано, поэтому пойдёмте за стол. Недолго думая, я решил сразу же приступить к изучению образцов, которые получились в результате фракционной перегонки. Итак, представляю наших сегодняшних дебютантов. Это образец номер один – головы. Образец номер два – первое тело. Образец номер три – просто тело. Образец номер четыре – ароматное тело. И образец номер пять – тяжёлое тело, уже практически хвосты. Последние капли в районе пяти-четырёх объёмных долей спирта было в струе. Итак, содержание по спирту. Первый образец не удаётся определить. Нет у меня точных приборов в головах. Непонятно, сколько содержится спирта. Тем более определить точное содержание спирта в головах в домашних условиях очень сложно, потому что здесь очень много неспиртовых и лёгких фракций. Далее, образец номер два у нас содержит более 80% объёмных долей спирта. Неизвестно точно, сколько первое тело. Образец номер три – просто тело. 68 объёмных долей спирта. 68 – это наиболее, кстати, частая крепость, при которой спирт отбирается в сердце, так скажем, перегонки на винокурнях в Шотландии. Четвёртый образец – ароматное тело, имеет градусность 33. И пятый образец – всего лишь 13. Давайте узнаем органолептические показатели наших образцов. Итак, головы. Очень-очень лёгкая фракция, эфирная. Практически фруктовая, но что-то вот такое вот даёт в нос какая-то лёгкая оффноута. Но в целом практически замечаний нет. Очень лёгкая, эфирная. Полна всяких фруктов. Но довольно резкая, цитонистая, конечно же. Но никаких неприятных ощущений не вызывает. Только слюноотделение. Образец номер 2 – тело номер 1. Первое тело. Практически, практически без аромата. Лёгкие фруктовые тона. Ничего не чувствую, очень лёгкая. Но чувствую оффноута, которая вот где-то там вдалеке зарождалась в головах. Она здесь уже немножечко силу набрала. Но практически ничего не чувствую. Образец номер 3 – то самое тело, 68 объёмных долей спирта. Да, здесь уже начинает превалировать та самая оффноута, которая начинала развиваться в головах. Здесь она уже имеет какую-то явную резиновую подоплёку. Видимо, это сернистые ноты, которые мы не могли отсечь, ввиду того, что у нас стеклянное оборудование, стеклянная колба. Только медные кубы могут начисто изогнать сернистого духа. Но, тем не менее, довольно приятно. Вот эта вот оффноута, конечно, никому бы не понравилась. То ли резиновые пробки, то ли чего-то такого сернистого, может быть, резинового. Ну, в общем, резиновые тона всегда считались именно признаком наличия серы в дистилляте. Да, здесь развитие продолжается. Это всё не даёт нам в полной мере ощутить аромат в ароматном теле. Но здесь, кстати, действительно ароматы, кроме вот этой вот резиновости. Я чувствую лёгкие, опять же, фруктовые тона. Что-то приятное такое, не знаю, может быть, барбарис. Ммм, кстати, довольно интересно. Вот тело, тело, кстати, самое классное. Оно чуть такое вот бьющее, чуть-чуть эфирное. Ну, как чуть-чуть, довольно эфирное. А вот тут вот у нас в первом теле резкость побольше. Всё-таки тело на 68 градусов, прекрасно. Я чувствую такой вот фруктовый, грушевый, дюшесный аромат. Вот эта вот сернистость, она немножечко подубавилась. Ммм, прекрасно, прекрасно. Давайте послушаем пятый образец, хвосты, тяжёлое тело. Как я его называю и как его называют дистиллеры. Да, здесь уже всё, резиновая пробка набрала свой вес. Уже ничего не чувствую, кроме вот этой противной резиновости. Да, интересный эксперимент. На самом деле мы увидели, насколько важно отбирать именно чистое тело. Насколько чисто мы видим и слышим то, что в аромате мы чувствуем грушу, дюшес, фрукты. Здесь мы чувствуем даже больше ароматики, но набирает обороты резиновая составляющая, серная. Давайте на вкус попробуем, что у нас. Итак, голов, кстати говоря, по объёму. Голов у нас, я отобрал 5%, первое тело 10%, второе тело, которое, собственно, у нас середина, самое сердце, это 20%. От спирта сердца имеется в виду. Четвёртый образец, ароматное тело, 5%. И 2,5%, ну, хвосты или тяжёлое тело, в общем-то, ни на что не влияющее, но просто для эксперимента нам разобраться, что у нас такое вот тяжёлое, сивушное содержится в хвостах и как выглядят эти хвосты. Насколько та самая сивушность, о которой говорится во всех учебниках, насыщена и насколько, и как она вообще, какова она на вкус. Итак, головы я пробовать не буду, давайте начнём сразу с первого тела. Так, первое тело на вкус у нас очень противное. Мало что напоминает о правильном дистилляте. Никаких приятных нот я не чувствую, всё перебивается противной вот этой вот резиновостью. Пробовать ещё раз не хочется. Довольно неприятная ерунда. Вообще, что интересно, я пока не чувствую никаких нот той самой овсянки, да, той овсяной каши или ещё чего-то, каких-то зерновых тонов, в конце концов. Ну, давайте попробуем само тело, 68 градусов, ваше здоровье. Вот здесь чувствуются зерновые тона, ну, очень много резины, очень много серы. Чувствуется фруктовость, о которой я говорил. Кислинка есть. Есть кислинка, которая как раз, наверное, также характеризует наши вот зерновые спирты. Здесь есть кислинка. В принципе, ещё второй глоток давайте сделаем, разберёмся. Здесь есть что-то приятное, но, как говорится, приятного мало, больше неприятного. Вот эта вся резинка, она продолжается. Давайте я для вискариума сделаю вот этот отбор. Давайте попробуем ароматное тело. Вот эти вот сивушные тона, они уже здесь хорошо чувствуются. И здесь уже в ароматном теле я чувствую горечь. Если здесь я чувствовал кислинку лёгкую, то здесь я уже чувствую мощную горечь. И, видимо, это как раз-таки сивушные масла. Но, не сказать, чтобы это совсем противно, но противно, в общем-то, прилично. Вот это вот хвосты даже пробовать не хочется. Ну, давайте. Ммм, практически вода. Вот эти 40%, вот эти 4 фракции, это то, что мы отобрали, 40 мл из 100, имеет смысл отбирать. И далее уже на ваше усмотрение, я считаю, что дальше уже не идёт чего-то такое интересное. Дальше уже какая-то ерунда. Давайте изучим наше тело получше. 20% тела. В принципе, вискариуме довольно приятно. Ну, наверное, после всех этих вот этих вот уже остаточных практически хвостовых фракций, тело уже кажется великолепным. Да, с телом работать можно. Я бы не сказал, что здесь сильная резиновость. Неплохо. Фруктово, кислиночка, терпко, вяжище. Действительно, не хватает здесь уже, наверное, медного перегонного оборудования. Так вы увидели мой первый эксперимент по работе с овсом. Получилось, я думаю, интересно. Мне кажется, есть о чём подумать. Я бы ещё показал вам ножки, как отличаются ножки у хвостов, уголов, у тела. Ну, сейчас я их вам не покажу, но фотографии сделаю и вот сейчас вы их увидите. Большое спасибо, что посмотрели мой выпуск. Я думаю, что мы ещё будем работать с нашим оборудованием. Будем делать ещё эксперименты. Надеюсь, будем что-то интересненькое получать. Пока не буду говорить, что. Спасибо вам большое за просмотр. Заглядывайте в наш магазин товаров и аксессуаров для любителей и ценителей крепких алкогольных напитков. Бокалы, посуда, тара для хранения. Итак, не пейте. А если пьёте, то пейте только правильное, качественное сердце и правильными глотками. Пока.